Всем привет! Меня зовут Алексей Чижов, я работаю бренд-менеджером Burton в компании Yuma и сегодня здесь для того, чтобы рассказать вам про преимущества и технологии различных моделей, в том числе ботинок. Давайте рассмотрим с вами ботинок, который называется Burton Invader. Это стартовая модель в мужской линейке снообордических ботинок Burton, но пусть то, что этот ботинок самый дешевый в линейке вас не пугает. На самом деле он собрал в себе все необходимые технологии для того, чтобы начать кататься на сноуборде, начать прогрессировать и, конечно же, получать удовольствие. Начнем с того, что все сноубордические ботинки Burton, включая модель Invader, выполнены с термоформируемым внутренним ботинком. То есть, если ботинок вам немножечко не подходит при примерке, буквально 10-15 минут можно в нем походить и вы почувствуете, как он садится хорошо к вам по ноге. Вторая особенность, которую я выделил бы в этой модели, это супер легкая и мягкая подошва из переработанной пены DinoLite. Основное преимущество в том, что подошва очень хорошо гасит какие-то неудачные приземления, демпфирует вибрации, которые происходят во время катания и также она очень легкая. Соответственно, ботинок практически невесомый, весит чуть больше, чем скейтовые кеды. Второй момент, на который я обратил бы внимание, заключается в том, что помимо легкости и хорошей виброустойчивости данной подошвы, также у нее очень хорошее сцепление со снегом. То есть, в любом случае, вам придется ходить по скользким поверхностям, местами по льду. Эта же подошва за счет своей мягкости очень хорошо цепляется за снег и не даст вам соскользнуть. Также в ботинке, безусловно, представлен как внешний ботинок, так и внутренний. Внутренний ботинок, как я уже сказал, термоформируется. Также есть внутренняя шнуровка, которая позволит зафиксировать ногу надежно внутри ботинка, чтобы она не болталась во время катания. Подводя итог, можно сказать, что этот ботинок подходит не только начинающим, но и тем, кто прогрессирует, но, возможно, не стремится кататься на больших скоростях, в более жестких условиях, а просто получает от сноубординга удовольствие.